здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня одна из подписчиц канала просившая не упоминать ее имя привезла вот два мешка вот такого замечательного муха сфагнума смотрите новый урожай вот такой красивый сфагнум супер ну имя я могу сказать без фамилии лена спасибо вам большое спасибо вам за добрые слова и за вашу заботу сейчас я переберу этот мох из мешков мультибокс и покажу вам что у меня получится то есть я буду закладывать мох на зимнее хранение вот так я сижу и целый день перебираю первый мешок мха то есть я отделяю вот так вот весь мох каждую вот эту вот кулюську от палочек от листиков вот он посмотрите какой мог вот здесь он в ведре вот здесь вот у меня как бы отходы но это не отходы это пойдет на тоже будет перебираться и сушиться вот видите это без зеленых кулюсик это который сверху укрывать мог будет и вот так я вот по одной штучке вот смотрите как чистенько получается вот в такую корзиночку я укладываю на просушку и еще я здесь набрала вот такой вот флорариум сделала вот покажи насть вот отсюда сверху вот посмотрите у меня здесь разные растения то здесь вот такие вот всякие растюшки смешнюшки вот вот видите они вот такие вот с листочками с такими вот какая-то штучка здесь вот это я хочу прорастить посмотреть что у меня потом получится продолжение следует и снова здравствуйте в общем я не осилила первый мешок целиком сидел сидела хорошо приехала в гости марина мельникова я и четверть мешка отсыпала в общем первый мешок мне не удалось добить получилось у меня вот такой вот чистый качественный мох с флагман вот такая вот корзинка целиком это не знаю насколько на 6 на литров вот еще две вот такие вот корзинки у меня получились вот так вот видите какие они с дырочками замечательные корзинки продаются фикс прайса стоит 99 рублей замечательные и следующие буду я у меня таких три корзиночки вот еще желтенькая вот здесь вот видно и вот она желтенько и купила я вот такие корзинки вот по 199 рублей вот тоже они вот такие вот сеточкой них очень хорошо просыхает и хранится мох на зиму так значит живой мох я вам показала свежий вернее и сейчас хочу показать мох который был собран в июне начале июня это мне дала этот мох лиля моя приятельница бурнаева ее муж ездил в смоленскую область вот посмотрите этот мох уже высох видите он сухой такой сено да вот такая вот замечательная таблеточка я уже брала отсюда мог пользоваться вот такая замечательная таблеточка получается вот видите легенький вкусно пахнущий вот он сухой но он не мертвый ведь у него вот эти вот пинки зеленые они так и есть зеленые как только попадает влага на них они начинают прорастать и своих свойств этот мох сухой не теряет мне мой дедушка рассказывал он царство ему небесное ветеран великой отечественной войны старшина первый украинский фронт попала рота в окружение и было очень много раненых бойцов и вот они мухом причем мог не сырой брали а тот который под вялый мог бинтов не хватало они привязывали к ранам сухой мох сфагнум у меня дедушка ветеринарный врач и плотник кузнец индуди и грец у него много всяких регалий вот и в общем вот так что сухой мох он не теряет своих бактерицидных свойств и он имеет свойство оживать так что не слушайте никого что он живой мертвый сфагнум мертвый не бывает бывает мертвым только сфагнум если у него отсутствует вот это вот верхушечка вот нет верхушечки это уже все это уже сено солома вот а а если у него есть пимочка вот такая такая то обязательно ваш мох прорастет так и хотела еще показать вот такие вот у меня как я выразилась отходы до производства вот видите то есть вот это вот как раз запчасти без верхушек зеленых вот я вам сейчас покажу как можно это дело использовать но пусть здесь тасс у нас стоит у меня есть кейк дендробиума вот такой кейк замечательный это бориода и смотрите что я сейчас делаю то есть я беру этот кейк беру вот это вот так называемые отходы производства вот видите влажные этот кейк как вчера я оборачивала деточку орхидеи вот так вот аккуратненько оборачиваю мхом чтобы не сломать корешочки аккуратненько вот так вот корешочки заворачиваю что здесь какая-то зеленая иголочка у нас попала вот таким вот симпатичным образом вот здесь иголочки от елочек попадаются вот беру там где длинненькие вот такие вот хочется сказать детали от сфагнума вот так таким вот образом кстати когда приходят в сфагмосе растения азиатские там тоже всякие палочки попадаются так что ничего страшного если будут здесь палочки все я его завернула сейчас я эту бандуру беру чтобы вам было лучше видно вот видно вам да вот я его завернула и ставлю его в стаканчик все то же самое что я делала вчера с деткой леди мармелад все вот так вот рыхленько я его поставила отлично стоит парнишка можно даже положить немножко здесь сбоку подсунуть чтобы он не качался совсем малыш малыш же да он у него корень вылез корень сразу позеленел у тебя корень позеленел да малыш вот он у тебя корень торчит это я вижу и с этой стороны подложим и тебе вообще будет классно вот эта детка дендробиума любезно предоставлена моей приятельнице Марины Мельниковой для розыгрыша нашего одного из следующих так что у нас будет разыгрываться теперь два кейка бериода смотрите как классно получилось верите натурпродукт и я его поставлю вот так я ему естественно напишу сегодняшнюю дату напишу что это бериода мы ставим вот так его корзиночку вот так наверное удобнее ему будет и вот так все пойдет на стеллаж на подвес пока не придет его очередь участвовать в розыгрыше он как раз подрастет окрепнет потому что розыгрыш у нас будет проводиться по субботам вот такая красота вот и во мхе я же его перебирала очень тщательно я насобирала кучу вот таких вот кулюсик вот смотрите вон они какие красивые вон они какие ну с фагнумом с фагнумом ну вон посмотрите с тоненькими длинненькими листочками здесь всякие разные я вот такой вот маленький флорариум себе сделаю вон как клево здесь я положила циафлорку вниз и немножечко керамзитика поливаться будет холодной кипяченой водой простой водой отстойной поливать нельзя надо поливать или дистиллированной или кипяченой холодной водой вон какая красота супер уже как-то делала флорариум но загубила уехала отдыхать два года назад и он у меня высох а растеет все дело будет сейчас покажу как есть вот такая крышечка пластиковая вот так вот сверху накрывается и не открывается вообще вот я вам покажу через некоторое время вот на эту красоту крышечка все равно не плотно да прилегает но вот так вот будет у меня такой кайф кайф мини лес очень мне нравится такой вот мини мир я туда еще камушков потом каких-нибудь красивеньких подложу вот на этом вот кусочке коры очень красивая там вот кулюська растет видно вам или нет где-то она там вот вон она где-то вот вон она там прикольная здесь вот вот прям кустики маленькие ну вот нравится мне в общем вот такое все вот на этом я буду заканчивать и сейчас отправляемся с Настей на вечернюю прогулку пока на улице солнце и хочу вам пожелать крепкого здоровья удачи хорошего настроения и всего самого наилучшего до свидания всегда ваша Бокова Наташа